В эфире «Сельские хлопоты» и с вами я, Татьяна Бочарова. Жизнь на селе идет, как известно, по всем направлениям. Конечно, это и работа на ферме, в поле, на личном подворье, но о празднике, о выходные, как их провести, где потанцевать, спеть, концерт посмотреть. Мы поговорим об этом сейчас с министром культуры Ростовской области Анной Дмитриевой. Здравствуйте, Анна Дмитриевна. Здравствуйте. Мы с вами встретились впервые в клубе в Доме культуры Верхнекундрючинской станицы славной. Я очень была приятно удивлена, что жители вот так искренне, так благодарно отнеслись к его возрождению, этого клуба старинного. И вот сколько на селе сейчас таких очагов культуры, которые надо приводить в порядок или которые уже приведенные, как они работают? Ну, вы совершенно верно подметили, Татьяна, что это клубы. Клубы, конечно же, ранее они у нас так назывались, клуб. А сейчас мы говорим, что это культурно-досуговое учреждение, либо же КДУ. И таких клубных учреждений у нас сегодня в нашей Ростовской области 1221 учреждение, в котором более 13 тысяч культурно-досуговых коллективов наших клубных формирований. Мне хочется сразу уделить 43 района. Ну, прилично. Конечно. Это замечательная, приличная цифра. Я хочу сказать, что на Дону самые культурные, самые талантливые, самые необыкновенно воспитанные люди. И сегодня, когда мы видим и встречаемся в наших клубах, мы видим, насколько же талантливы наши донские жители. Какие же они рукодельники необыкновенные. А вот в Станице Кондрючинской действительно у нас прошло с вами открытие ДК, который более 10 лет находился в закрытом состоянии. И вот в рамках национального проекта «Культура» были выделены средства на ремонт Дома культуры. И сегодня он распахнул свои двери для жителей. И на этот праздник пришли и уже наши пенсионеры. Да, мы с баянистом там чуть ли не танцевали. Выпускники нашего ЖДК, которые имеют колоссальный опыт, уникальные люди. И новые коллективы, и соседние хутора и населенные пункты приехали поздравить своих коллег. Поэтому открытие прошло просто необыкновенно интересно. Вот заключительный даже эпизод был машину. Это хорошо машину к клубу привязать. Вот что дает транспорт, если он везде и как вот в этом плане работает? Да, это новая форма работы. Наши автоклубы. Ранее мы называли их «Агит-бригады», которые ездили на автомобилях и по полям, и по организациям, по филям. На грузовиках даже борта откидывали, получилась сцена. Совершенно верно, да. А сегодня это автоклубы. В прошлом году в рамках нацпроекта «Культура», этот же проект, да, мы приобрели таких 11 автоклубов. В этом году мы приобретаем таких 10 автоклубов. И на сегодняшний день, с июня месяца, у нас уже начнется поставка этих автоклубов. Да, они заключают в себе такой огромный смысл в части оснащения современным оборудованием. То есть это не просто машина на четырех колесах? Это не просто машина на четырех колесах. Это машина, в которой передвигается коллектив, которая трансформируется в мини-сцену, которая имеет экран, звук, свет, микрофоны. То есть все необходимое оборудование для того, чтобы показать концерт на селе. И я хочу сказать, что сегодня это очень востребовано. Те хутора, те населенные пункты, поселения, которые не имеют сельских домов культуры, стационарных домов культуры, вот, конечно же, они ждут. Эти жители ждут, когда к ним приедет автоклуб, когда в рамках вот своей программы покажут уникальное какое-то событие, мероприятие. Живое, живое. Живое общение. Нужно у телевизора сидеть. Да, тут же у нас есть и интернет. И такая же форма работы у нас в наших библиотеках. Это КИБО, такие же библиотеки на колесах, которые передвигаются, и которые оказывают не только услуги выдачи книг. Это целый спектр госуслуг, интернет. Они помогают регистрироваться нашему населению в госуслугах, оказывают им содействие, и могут проводить прекрасные праздники, мероприятия, и выдавать книги, и также коллективы в автоклубах. Поэтому это тоже востребованная, очень востребованная форма сегодня на селе. И насколько она будет широко, я, например, не видела еще. С удовольствием бы нашла в районе, где там, знаю, автолавки раньше были. Значит, видела даже банкомат на колесах. А вот автоклуб вот такой оснащенный, ну, естественно, современный, да, еще не видела. Ну, в этом году вы сможете увидеть такие автоклубы в Дубовском, Зимовниковском районе, Волгодонском. То есть вы так сделали на отдаленные? Волгодонской район, конечно, это наш весь Восток области. Потому что, ну, нет такой возможности у людей приехать за такое длительное, долгое расстояние в районные дома культуры, либо в те населенные пункты, где есть у нас наши клубы. Поэтому к ним клуб приезжает в село. И я даже думаю, что вот бабушка сидит, смотрит, вспоминает молодость, и с этими артистами и запоет. Конечно, совместно и поют, совместно и проводят все события. Но у нас есть еще один такой момент. Это виртуальные концертные залы. И сейчас в Дом культуры мы начинаем поставлять и устанавливать виртуальные концертные залы. Это как раз-таки связь. Ковид подтолкнул. Ковид тоже подтолкнул. Это новые формы работы. Это как раз-таки связь с культурой РФ, с нашим порталом культурой РФ, где мы можем, не выходя и не выезжая из населенного пункта, из города, села, приходя в Дом культуры, посмотреть уникальные концерты, которые проходят на площадках Большого театра, которые проходят на площадках Московской филармонии. Мы можем увидеть легендарные наши коллективы, профессиональные коллективы. То есть здесь у нас прямая связь, трансляция. И на экран выводится уже событие, которое проходит не в рамках нашей области, а далеко за ее пределами. Но все равно не умаляйте роль массовиков-затейников. Потому что, чтобы привести людей в клуб, организовать встречи, может быть, даже буфетик какой-то, рассказать про этот спектакль, про этот концерт. То есть людей надо все-таки организовывать и вести. Поэтому работа работников Дома культуры здесь немаловажна, кроме концерта, я так думаю. Наши работники Дома культуры, Домов культуры, необыкновенно талантливые, необыкновенно профессиональные. И скажу так же, реализуя проект «Культура», национальный проект «Культура», мы стараемся всегда обновлять наши кадры, то есть повышать квалификацию. И ежегодно более тысячи человек проходит повышение квалификации. Мы общаемся с профессиональными кадрами, с институтами культуры. И наши люди имеют возможность получить какие-то новые формы работы, новые интересные элементы работы. То есть занимаемся повышением квалификации. В нашей отрасли, в сельских домах культуры, работает более 5,5 тысяч наших работников. И отмечу, что в период пандемии наши коллеги не перестали трудиться. Они нашли новые формы работы. И если вы видели, то все сети, интернет и все страницы, все аккаунты просто пестрили мероприятиями, пестрили событиями. Мы научились приглашать людей в эфир в сети, создавали и показывали уникальные фильмы, уникальные выставки, уникальные концерты, которые были востребованы. И большое количество, скажем, миллионы людей посетили наши площадки, электронные площадки и посмотрели наши концерты. Ну, для этого же надо, чтобы был Wi-Fi в Доме культуры, и чтобы умели с ним общаться с этими новейшими технологиями. Там внучка моя уже все знает. Порой, прошу, подскажи мне что-то там. Вот этому тоже обучаете? Да, у нас практически в каждом Доме культуры есть библиотеки. Библиотеки сегодня у нас все оснащены, интернет, имеют выход в национальную электронную библиотеку, имеют сеть интернет-подключения, каждая библиотека наша сельская. Поэтому практически каждый Дом культуры, имеющий у себя на площадке библиотеку, они, конечно же, владеют. То есть глубинка не оторвана? Нет, не оторвана, ни в коем случае. Вы знаете, мы даже очень большое внимание уделяем сельским территориям. Мы понимаем прекрасно, что все жители имеют равный доступ к возможности посетить наши учреждения и получить также профессиональные компетенции, профессиональные услуги наших работников культуры. Да, интернет – это большое достижение того века, облегчает жизнь, комфорт, создает общение, связи, тех же получений, пересылки, денег, очень много другого. Но сейчас давайте немножко о проблемных вещах. Вот в частности, ну есть же в районах нетремонтированные дома. Вот сколько их? Как? В программе, в какой они стоят на ремонт? У нас есть, конечно же, дома культуры, которые требуют капитального ремонта. Капитального, да? Капитального ремонта, конечно. Потому что такой, он как-то осуществляется? Текущий ремонт своими силами. Все сотрудники, конечно, не могут. Подкрасили, подбелили. Подкрасили, подбелили. Все это они делают, коллеги наши. Все они стараются и содержать в порядке. Все свои рабочие места, залы концертные. Но у нас есть несколько программ, в рамках которых мы проводим капитальные ремонты наших сельских домов культуры. Это и государственная программа Ростовской области развития культуры и туризма. Вот в рамках этой программы мы проводим капитальный ремонт. Это развитие сельских территорий. Это бюджетные все средства. Это все бюджетные средства, я сегодня говорю. Это инициативное бюджетирование, новое направление программы. Инициативное бюджетирование, это все на конкурсной основе в рамках этого проекта. Любой дом культуры, ну я так скажу, коллектив, либо творческая группа создают свой проект, описывают его, рассказывают необходимость, целесообразность этого проекта. И пробивается к вам. Обязательность, конечно. На конкурсной основе подают документы в наше правительство Ростовской области, где на конкурсной основе рассматриваются. И выделяются уже более приоритетные направления, более интересные проекты, в рамках которых порядка 2 миллионов рублей они могут получить на оснащение, либо на ремонт дома культуры. То есть в зависимости от той потребности, которая есть в этом учреждении. Есть такие инициативы. И есть такие инициативы. Потому что человек разный, по психотипу тоже и руководитель тоже. Ну вот прожил день до вечера, ну стоит-стоит, ну крыша не течет. А что дальше? В этом году у нас в рамках инициативного бюджетирования 11 сельских домов культуры будут обновляться, будут производить ремонт. Ну и также федеральная программа нам помогает, национальный проект культуры. В рамках национального проекта культуры у нас 7 домов, сельских домов культуры ремонтируются на сегодняшний день. В рамках государственной программы также 7 домов культуры ремонтируются. И это в целом вот у нас в этом году в ремонте находится 27 домов культуры. И общий объем средств, который, допустим, направлен на реализацию этого проекта, это 345 миллионов рублей. Нельзя сказать, что это такие большие деньги, но у нас и проекты учитывают в основном первоочередное. Что необходимо сделать? Поэтому мы стараемся это делать скромно. Помимо ремонта мы же занимаемся еще и оснащением, укреплением материально-технической базы. Это другая программа. Федеральный бюджет направляет ежегодно порядка 53 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы. Это одежда сцены. Это одежда сцены, это механика сцены, это звук, свет, микрофоны, микшерные пульты, кресла в зрительные залы новые. То есть это также полностью обновление наших клубов. Наши сельские работники культуры также участвуют в поддержке губернатора, поддержке правительства Ростовской области, лучшие учреждения культуры, лучшие работники культуры. И в этом году у нас тоже поддержка оказана. В смысле, они не поддерживают губернатора, а губернатор поддерживает лучших. Губернатор поддерживает лучших. Да, у нас в этом году 19 работников культуры, лучших работников культуры получили по 50 тысяч рублей. И 25 сельских домов культуры получили по 100 тысяч рублей. Это поддержка, которая как раз-таки оказывается губернатором. Это кроме программ, да, это тоже на конкурсной основе. Мы выделяем, мы ищем лучших, определяем лучших в рамках всех событий, которые проходят у нас, самых активных определяем. Эти люди, конечно же, могут быть поощрены ежегодно. Вот, Анна Анатольевна, я давно и много езжу по районам, и мне интересны не только ландшафты, но и объекты культуры. И вот особенно вот эти ностальгические дома, культуры с колоннами в коринфянском стиле, вот вверху, с какими-то мозаикой. Я помню, что, я детство вспоминаю, там стены были тоже украшены, шторы с лозунгами. И вот кое-где это осталось, в частности, на западных территориях, по-моему, в Никлиновском районе, Хуторносово. И вот там акцент малоросский, роспись такая. В Советском районе, самое отдаленное было года два назад, там клуб тоже в таком же стиле. Я не знаю, когда они строились, в 60-е, в 50-е. То есть вот эта помпезность, она нужна была, потому что дворец. Не только у Боружуев были дворцы, но для народа дворцы строились, да, с колоннами. Вот там он в плохом состоянии совсем находился. Я так смотрела. Вот вы их как будете ремонтировать? По новоделам или все-таки бережно? Ну, Татьяна, я хотела отметить, что такие дома культуры, это те, которые были по типовым проектам подготовлены, выполнены, построены по типовым проектам. У нас очень много приспособленных домов культуры, то есть административные здания, здания, которые перестраивались и были приспособлены под дома культуры. А очень много типовых, о которых вы говорите. У нас в области реализуется национальный проект культура. И региональный проект, который включает в себя три региональных паспорта. Это культурная среда, это цифровая культура и творческие люди. Я вот затронула практически все три этих программы, три проекта. Творческие люди, где у нас проходит обучение, повышение квалификации наших сотрудников, где мы привлекаем волонтеров культуры, добровольцев. Это та наша молодежь, те люди, которые помогают и оказывают нам поддержку во время проведения событийных больших мероприятий. Мы приглашаем этих ребят, и они тоже у нас проходят определенную подготовку. Цифровая культура я тоже затронула и сказала вам о том, что у нас виртуальные концертные залы сегодня реализуются и устанавливаются на территории наших домов культуры. И культурная среда, это как раз-таки и включает в себя капитальные ремонты наших сельских домов культуры, укрепление материально-технической базы, это вот оснащение, поддержка, это автоклубы, о которых мы с вами говорили. Поэтому национальный проект включает в себя три таких широких, больших направления. И оснащение музыкальными инструментами. Это же наши детские школы искусств, которые находятся... Молодцы такие, особенно когда финансирование идет на оснащение, на эти машины, это хорошо. Да, но давайте теснее к земле нашей подойдем, к Донскому краю. Я все-таки думаю, что таланты рождаются там, где-нибудь в глубинке, как и было. Собственно, даже вот наши гранды культуры, допустим, тот же ансамбль донских казаков, они же питались и питаются теми, традициями, вековыми, можно сказать. Песни от бабушек перенимали, я знаю, ездили по станицам. Вот расскажите немножко об этой связи, как говорится, от единички до высот. Вы затронули очень интересную тему, поскольку у нас ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова в этом году отмечает свой 85-летний юбилей. Это тот коллектив, профессиональный коллектив, который был создан еще до войны, в 1936 году. И сегодня этот коллектив продолжает собирать интересные песни, интересные моменты, которые передают наши селяне, наши донские казаки, тот колорит необыкновенный для того, чтобы сделать более интересные программы, интересные концерты, поднять историю Донского, нашего казачества, Донского края. И эта работа сегодня проходит. Как он живет, ансамбль этот? Я хочу два аспекта, как историк отметить. 1936 год. Казалось бы, советская власть плотно утвердилась. Даже уже там пахнет репрессиями 1937 года. О казачестве ни слова нигде. А тут ансамбль, песни и пряски донских казаков. Значит, не все так было. Да, и кубанские казаки, мы помним фильм. То есть слово «казак», оно все-таки не ушло из нашей истории, даже той современности, из быта. Оно на Дону оставалось. Настолько глубоки корни. И где сегодня этот ансамбль, где его можно увидеть? Ну, у нас ансамбль выступает и на площадках города. Они свои концерты записывают в интернет-пространстве. Они у нас гастролируют по нашей стране. Это и Крым, это Севастополь, это Петербург. Они в Петергофе открывали фонтан совершенно недавно. Выступали, занимали очень интересную площадку. Коллектив принимает активное участие в грантовой поддержке, в конкурсных, всех организованных конкурсах, филармоническая площадка, Кремлевский дворец. Я могу говорить бесконечно об успехах нашего коллектива, о его востребованности и с каким радушием его ждут жители всех субъектов нашей страны. Да, и приветствуют. Хотя кубанский казачий хор, он как бы чуть-чуть звонче гремит. Но мне кажется, у нас лучше танцуют. Вот эффект танца, потому что песни иногда не поют, а играют. Это и сценки какие-то, да? Конечно, хотелось бы их. Вы знаете, у нас лучше и танцуют, лучше и поют. И еще очень интересно, вот насколько я знаю, для всех буквально открытые мероприятия, фестивали, народное гуляние. Даже вот недавно пришлось быть на Донской пикник, ну понятно, это с определенной закуской, но это народное массовое мероприятие. Вот Донская лоза в Пухляковском проходит тоже, да? То есть мы видим расцвет народных традиций в плане виноделия. Потому что там, где вот это, тут развивается и туризм, тут идут и песни, и пляски, тут идет и все. Вот какие мероприятия все-таки в этом году возродятся? Я говорю так, упоминая о том, что прошлый год был фактически закрытый. Вы знаете, у нас все наши события, все наши яркие мероприятия, фестивали, конкурсы, они никуда не ушли и не пропали. Они все у нас прошли, они все у нас проходили, но, конечно же, в режиме онлайн. Пандемия нам не дала возможности личных встреч, личного общения, нашего зрителя постоянного, радушного. Плохо, плохо, плохо. Да, чего мы, конечно же, очень ждем, и нас ждут, ждут наши коллективы. Но отмечу, что в этом году мы уже начали проводить событийные мероприятия. У нас недавно прошло интересное событие, это День славянской письменности, который проходил здесь у нас на Соборной площади. Очень интересно, в новом формате мы провели его. С приглашением звезды из Большого театра, Гунда Кулаева у нас исполняла, наши коллективы. Яркие, которые под статьи не уступали, конечно же, приглашенным звездам. Шолоховская весна, фестиваль прошел. Мы ожидаем сейчас и готовимся уже к Калининскому лету. Обязательно проведем и этот фестиваль. И отмечу, что сейчас уже в 272-м постановлении у нас послабление. Мы залы можем свои концертные заполнять не на 50, а на 75%. Мы с большим удовольствием ждем наших зрителей, наших посетителей. Мы также уже сможем продавать билеты не только через онлайн-кассы, но и те кассы, которые находятся на территориях наших учреждений культуры. Конечно же, сегодня прорабатываем вопрос и проведения больших, широких, ярких, культурно-массовых мероприятий на больших площадках. Но некие еще пока ограничения существуют. Конечно, очень грустно, но мы все преодолеем и обязательно, обязательно готовы к встрече с нашим зрителем. Может, еще что-нибудь новенькое придумается? Есть ли инициатива с мест? Мне кажется, молодежь тоже, она более активна в этих виртуальных вещах, но она тоже хочет выйти на люди. Может быть, придумывает какие-то мероприятия. Кстати, оживают туристические тропы. Сам Бэк сыграл свою роль хорошую, туда народ тянется. Здесь внутренний туризм тоже развивается, осваивают места. Дело, как говорится, за вами. Встречайте гостей радушно, организовывайте мероприятия с привлечением ваших сотрудников тоже, несомненно. Я думаю, перспектива есть в этом направлении. Конечно, есть. Мы этим занимаемся, и мы готовы, мы встречаем, мы готовим новые проекты. Вы упомянули Сам Бэк. Конечно же, Сам Бэк стал сейчас некой визитной даже карточкой Ростовской области нашего субъекта, потому что это новый объект. Ни один, наверное, субъект, ни одна область не может похвастаться таким уникальным объектом культуры, как у нас. Сам Бэкские высоты. Это комплекс, который включает в себя интерактивные площадки, которые находятся на открытом воздухе. Это музей, который включает в себя уникальную экспозицию. Это информационно-выставочный комплекс, который может собрать и людей для проведения мероприятий. Это могут быть какие-то форумы, фестивали, телемосты, потому что есть уникальное оборудование с переводом на шести языках. Мы можем общаться не только в рамках нашего государства, но и международные связи. Также с Сам Бэком мы можем налаживать и проводить такое общение и со своими коллегами, и очень много приглашенных министерств, органов исполнительной власти, других иных организаций, которые приезжают и с огромным удовольствием проводят свои событийные какие-то мероприятия на нашей площадке на Сам Бэке. То есть все-таки туризм – перспективная отрасль. Вы чувствуете, что она развивается, да? Мы тоже развиваем. Мы принимаем самое активное участие. Наш губернатор Василий Юрьевич Голубев, он всегда априори ставит эту позицию за главный. Мы должны развивать привлекательность Ростовской области и туризм. Мы этим и занимаемся. Я благодарю вас за содержательную беседу. Надеюсь, наши телезрители много услышали. Конечно, мы могли бы еще много говорить. Мы не затронули музеи и все остальное. У вас очень широкая отрасль, много точек приложения сил, с чем я вам желаю успешно справляться. Спасибо вам большое. До свидания и вы, мои дорогие телезрители. До новых встреч в программе «Сельские хлопоты». До новых встреч в программе «Сельские хлопоты».